I have ways of blowing things off. Моё почтение? Твоё почтение, да. Торговать, торговать. Где эти фиговые шоколадные конфеты? То есть, это нужна какая-то пачка. Мускальные пластинки, которые, кстати, запрещены. Смотрите, сколько они стоят. Джинсы. Любой запрещенный товар стоит просто адски дорого. Галстук. Зелёный галстук. Синий галстук. Книги. Редкие, довольно ценные книги. По экономике. А, то, что я мог купить, но я не купил. Невеликая жизнь дорогого вождя. Да-да-да. Чувак, конфеты. Так, Патрик. 15 тысяч. Ага. Сейчас, блин, два раза, Патрик. Запрещено хранить и употреблять рыбу. О, рыба теперь стала запрещена. Круто. Шоколад. Универсальный наказ для детей и взрослых. Конфеты. Большинство конфет продаётся в сахарной обсыпке. Они быстро слипаются в комок. Это яркий фантик. Я не знаю, что за конфеты мне. Любовь по телефону. Новая подруга. Так, ладно-ладно-ладно-ладно. Давай быстренько. Каким образом... Да, куда ты идешь? Каким образом я могу выселить? У нас есть несколько квестов. Некоторые посложнее, некоторые попроще. Давайте посмотрим. Заселить я могу кого-то? Нет, не могу. К сожалению. Я бы, наверное, сейчас заселил бы новых жильцов. Так, тут никого нету. А, у Алуизии. Давайте быстренько зайдём. Я же смотрел же на тебя, чтобы... А, вы спали. Извини, Лозич. Да-да-да. Да-да-да. Извиниться и уйти. Простите, я уже ухожу. Немедленно уходите. Медленно ухожу. У него ко мне отношение испортилось. Немножко жаль. Но, да, в принципе... Кстати. У нас... У нас у Шиммеров нет ни одной камеры. В квартире. Опа. Опа. Прикладываемся к стаканчику, да? Ладно. Вы из квартиры выйти не хотите? Я бы у вас там порылся. Хорош книжки читать. Чувак, ты так уже умный. Шпаки поуходили. Мне нужно у них... У шпаков, в смысле, забрать какой-нибудь... Если у них есть какая-то запрещенка... Мне нужно у них забрать какую-то запрещенку... И переложить вот этой девахе. Книга... Краски. Это характеристики. Характеристики составлять вроде не страшно. Я людей не подставляю этим. Это баг. Театральная маска, шахматы. Это мы знаем. Я камерой не уверен, что я хочу у них ставить камеры, потому что... Они вроде нормальные люди. Я не хотел бы их подставлять каким-то образом. Фотопленка. Поэтому я не хочу за ними наблюдать. О! Дедок свалил. Надо вот тут вот сверху поискать. Я, кстати, очень сомневаюсь, что у них будет какая-то запрещенка. Вот в чем прикол. Модель корабля. Так, платье. Пожалуйста, быстрее. Также я думаю, что если я найду какую-то запрещенку, я смогу это продать за нормальные деньги. Аспирин. Так, там автобус уехал надо скорее. Так, алоэзи свалил. Так, что у нас тут? Запрещается разговор о войне. О-о-о-о, круто. На чем людей попалить-то можно на самом деле. Давай. Кухарка у нас внизу. Мне нужно камеры поставить в прачечную, я думаю. Сейчас можно будет пойти посоставлять характеристики. Так-то по-хорошему. Ничего запретного у вас нету. А если я найду? Клаус. Удочка. Мне нужна камера среднего купить. Блин, я скипнул, не посмотрел. Вот это обидно сейчас было. Паспорт. Печка-звездочка. Вот сюда. Камеру быстренько. Блин, как бы я сейчас не пожалел-то о том, что я тогда тут роюсь. Ага, ну, если я калстюки. Джинсов ни у кого нету. Ха-ха-ха. Записи, книги. Все, валим отсюда. Как раз дедок вернулся. Супер. Значит. Ну, ничего это пока не значит. Мне нужны еще, наверное, две камеры простых. Пойти в прачечную поставить. Потому что я не знаю, о чем люди в прачечной говорят. А тут есть места для наблюдения, между прочим. Где взять 15 тысяч вообще не приложу. То есть, елки-палки, тем более 20 тысяч. У меня 5 кое-как. Чувак тут прикладывается к бутылочке. Так, за прачечной. Оп, стоп, 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 стоп. Давайте в стиральных машинках параемся. У нас во всех квартирах по два жильца. Это немножко неудобно. Носки. Носок синий, носок красный. Так. Что у нас дома есть? Давайте еще пороемся у нас дома, пока там люди заняты. Торговец пришел. Документы, расческа. Это не то же самое? А, это то же самое, да? Серьезно? Они оба здесь. Блин, у меня нет запрещенки, да? Так, надо следить. Она возвращается? Или куда она идет? Валим. Ху! Ха-ха-ха-ха! А, ты меня не заметила. Чем мне делать? Мне подкинуть ей запрещенку? Как мне избавиться? Торговать. Она мне, в принципе, не нравится. Поэтому я готов подкинуть ей что-нибудь. Да, смотрите. Что у нас там запрещено? Джинсы. Да они стоят космически просто. Все, что запрещено, стоит просто неимовернейше. Музыкальная пластинка, сборник патриотических обязательно песен. Потому что вот эти, они же зарубежной музыкой какой-то там, да? Блин, я, честно говоря, в тупике. Я не знаю, что делать. Конфеты. Какие конфеты? Черт, 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 черт. Давайте подсмотрим немножечко. Эти спят? Музыка мне немножечко мотивами иногда напоминает This War of Mine. Такие, не знаю даже, что в этом такого знакомого. Блин, у меня задания не выполняются. Пацан на грани отчисления. Я вообще ничего не сделаю. Видимо, его все-таки отчислят. Черт, 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 черт. Давайте понаблюдаем за жильцами. Что-то он там, он там жжет что-то. Он сжигает бумаги. Так. А это может быть что-то, что-то незаконное. Никто же, никто не палится, никто ничего не говорит. Давайте я прикуплю, наверное, в раз, два, три камеры. О, ровно тысячи. Неплохо. Все-таки, наверное, стоит вот здесь установить. Пойдемте пока напишем характеристики. Это деньги. Как-никак это деньги. У нас накопилось много всего для характеристик. Так, ты книжечку у нас читаешь, у тебя все хорошо. У нас время идет, 10 сентября. Характеристику. Вот, на тебя можно написать. Ты у нас Мария Шиммер. Из, блин, когда я запомню квартиры, то есть первой квартиры. Семяное положение Клаус Шиммер. Да, вот ты где, полуженский, профессия, чтоб я помню, профессия называется. Да, учитель литературы, точно. Вышла новая директива. Просто суперски. Так, так, так. Отправить. Запрещено хранение ламп накаливания. Серьезно? То есть люди там изощряются по полной. Люди, люди, люди. Кстати, насчет людей. Клаус, на тебя тоже можно еще донести. Характеристику составить. Шиммер, первая квартира. Мужской семейное положение. Мария. Ты у нас продавец табака, точно. Вот это, вот это. Отправить. Характеристику на. Идет на тебя. Ой, доктор, доктор, шо ж вы так, Алуизий. В квартире номер что? Когда я перестану еще и кнопки путать, в квартире номер два. Мужской, хотя я бы сказал, может быть даже женский, проживает Шиммер. Клара Жаке, точно. Профессия врач. Доктер. И у нас на тебя аж вот сколько компромата. Какая ты спортивный малый? По тебе не скажешь. И на твою девочку. У меня тоже куча компромата. Давай-ка мы в гражданка Жаке, женский, вторая хата. С доктором проживаешь, со шпаком. Профессия безработная. Вот это, вот это, вот это любишь. Отправляем. Так. Тут все отправлено. Тут у нас еще выпивака. Ну блин, ладно, из-за соточки я возиться, наверное, не буду. Соточка меня сейчас не спасет. Может быть, наверное. Угу. Я просто оставлял. Ну хорошо, ну 7 тысяч у меня. Вот я сейчас эту соточку добил бы, было бы у меня 7 тысяч. Но 7 тысяч меня не спасут, понимаете ли? Мне нужно как бы дважды больше, если что. Что мне? Шоколадные конфеты. Нужно купить у проходящего торговца шоколадную конфету. И отдать жене. Так она у меня есть. Нет? Я не купил или я не отдал? О, я на улице стою, оказывается. Блин, это все проще. Торговец уже дважды приходил. Ладно. Тайна станет явным. Позвоните в министерство, отчитайтесь, я выполню в задании. О, давайте. Можно уж и так сделать. Так, набрать номер. Министерство. Министерство порядка. Пришло время для решительных действий, товарищ Шкарл. Вам выходи бы выселить из дома Клауса Шиммера. Про методы выселения. Как я могу выселить Шиммера? Вы можете договориться с Шиммером. Если он едет сам, нас то устроит. Но будет лучше, если вы напишите на него рапорт в случае нарушения им директив. Это ваша обязанность, товарищ Карл. А что с женой? Что будет с женой? Нас она не волнует. Действуйте так, как считаете нужным. Закончите разговор. Все, я понял. Вас понял. Да-да-да, до связи. Черт. Шиммер, стой. Нам надо поговорить. Ну, нашего перца точно отчислят. И, блин. Спросите, что ему нужно. Да. Скажите мне прямо, Карл. Вам дали задание следить за мной? Сказать задание? Конечно, конечно, вы расскажите. Они единственные нормальные люди, по-моему, в доме. Вам следует быть осторожней, товарищ Клаус. Скажу прямо. Мне поступило распоряжение выселить вас из этого дома. Что? Они хотят выселить меня из моего дома? Немыслимо. Я бы давно уехал из этой чертовой дыры, если бы мог. Ладно, мои проблемы вас не волнуют. Спасибо, что вы предупредили. Что вы намерены делать? Предложить помощь. Я хочу вам помочь. Почему вы не можете уехать из города? Это очень подозрительно. Карл. Какое вам для меня дело? Настоять. Я спрашиваю не из пустого любопытства. Я действительно хочу вам помочь. Вокруг меня одна травля. Трудно поверить, что кому-то есть дело до моих проблем. Меня распределили табачную лавку в эту крошечную дырявую будку в самом злачном месте у рыбного рынка. Меня забрали открепной лист. Без него я как собака на цепи. Сами понимаете. Что за открепной лист? Погодите. Ну-ка. Карл. Уже вы тут должны знать про такие вещи. Это документ, без которого нельзя попасть на стратегически важные объекты и выехать из города. Для меня закрытые вокзалы, порты, дороги и бесконечные... с бесконечными КПП. Почему вы не можете его забрать? Вы мне не поверите. На официальный ответ в министерстве документы переданы в архив для обновления данных. Говорят, забирайте из архива. У нас есть работник архива! Я приходил в архив, но там говорят, что документов нет. Я неделю ждал очереди контролера, чтобы подать заявление на розыск. Через два месяца пришел ответ, что заявление написано не на том бланке, а нужные бланки закончились. Чертовщина. То есть документы потерялись в архиве? Да, документы точно в архиве. Говорят, типичная схема для сведения посетителей с ума. Даже не знаю, шучу я или нет. Ни средства распределения с чистыми руками, а с архивом ничего не поделать. Бумаги, пожалуйста, называть! Посмотрим, что можно сделать с вашим открепленным листом. Бумаги, пожалуйста! Слава Арстоцке! Ладно, нам нужен старпер из архива. Где он? Дедок, тут только бабка. А вон он, вон он, на втором этаже сейчас выйдет. Иди сюда, чувак. Иди сюда. Что тебе нужно от почетного работника архива? Поговорить про помощь, про очки, спросить про жену. А про жену у нас что? Мне кажется, уже сказал тебе про жену, больше добавить нечего. Понятно. А, стой, стой, стой! Дед, стой! Шиммеру. Дед, ты в архиве работаешь? А какое твое дело? Без меня, небось, знаешь, что да. Помощь твоя нужна. Хорошему человеку из архива не дают бумажку одну. Это какому такому человеку? У хороших людей документы не забирают в архив. Ты мне лапшу не вешай на уши. Ладно. Речь про Шиммера. Из первой квартиры. Он в опалу попал. Отобрали у него открепной лист, и теперь он как на цепи. Да, что-то мне не нравится. Работает в лавке табачной. Ни разу не угостил меня табаком. Это он от страха себя так ведет. Хамит всем. Помоги, дед, принеси открепной лист. Без него им не жить, сам понимаешь. Ладно, но с тебя бутыль виски. Без нее мне не дадут ходу к конфискованным документам. Блин, вот бы я еще вискарь понадобился-то. Ладно. Все, я тебя понял. Куплю, достану. Буду, раздобуду. Валите из квартиры. Мне нужно вас тут обыскать. Блин, заселение-то до... Адрес тататат, получен штраф. За что? Сообщаем, что ваш сын Патрик. Блин, все-таки отчислен. Ну, понятно, а что поделать-то? Оплатить, на, подавитесь. Вот, торгаш, иди сюда. Чувак, мне нужна конфета, и мне нужны виски. И желательно конфета без виски. Да-да-да-да-да-да, что сегодня... А-а-а-а-а. У тебя вискарь-ка-то и есть. За штуку! Кстати, яблоки. А яблоки запрещены, я могу... Я могу яблоком ее выгнать, кстати. Наверное, да. Э-э-э... Конфету купить. Э-э-э... В... В... Виски. Возможно, я могу кого-то украсть. Давайте я куплю яблоко. Какие там запрещены яблоки-то были? Директива. Зеленые или красные? Или любые? А-а-а, все яблоки принадлежат уничтожению. Э-э-э... Куплю у тебя яблоко, дружок. Наверное, да? Давай красненькое. Пороемся... Блин, мы не пороемся в квартире. Ладно. Э-э... Дед. На тебе вискаря. Да не ты. Ладно. Жизнь дочери под угрозой, блин. 20 тысяч. Откуда я возьму 20 тысяч? Если я окажу ему услугу и выселю вот эту тетку, он, возможно, сделает мне какую-то скидку или что-то такое, да? Давайте попробуем. Сейчас они смотаются. Отмотаем немного время. А, что я пошел к деду-то за вискарем, если у меня вискаря нет? Я же собирался... Так, Алуизий, давай, чеши отсюда и девахку свою забирай тоже. Попробуем. Шпак. Шпак кушает. У шпака все хорошо. Я... Мне кажется, у нее должен быть где-то вискарь. Она жалкая голичка, блин. Положить. Так, 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 так. Быстренько обшманываем. Сейчас попробуем сдать ее по статье за яблоко. Если получится. Конфета, кстати. Я мог украсть конфету. Ну, ладно. Подстава сейчас сработает, по-моему. Опа. Своровать? Да. Своровать. Так. Ладно. Быстренько сдаем деваху. Потом отдаем самогоныч. Так. Нам нужно сдать. Стоп, 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 стоп. Алуизий. Нет, это не против Алуизии. Это против вот тебя. Написать рапорт. Гражданка Клара Жаке. Проживающая во второй... Так. Это сюда. Во второй квартире. Нарушила директиву. Блин, какая она там была, эта чертова директива. Про яблоки. 6039. 6039. От 1 сентября 84-го. 1-го 9-го 84-го. Да. Подстава века просто... Ну, а фига ли она это... Так поступает. Пах! А чё ты аж сюда идёшь? Вот. А, они обыск проводят? Яблоко! Всё, хана тебе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они дальше обыск проводят. Блин, я, кстати, ни разу такого не делал. Я думаю, они просто за ней придут. На! На тебе! Так, дед, у меня для тебя вискарь есть. Клару отфигачили. Ой, не Клару, эту... Как её? Дед. Та-та-та-та-та-та-та. Помощь Шиммеру. Документы, бутылка. Хороший выбор. Схожу за бумагой, так и быть. Приходи позже. Спасибо, дед. Давай, чеши. Дайте, пожалуйста, мне врача. Врача срочно! Это ты, Шпак? Да, это он. Классно. Сейчас мы эту деваху-то... Слуга народа. Тш! Добрый день! Да! Поговорить про арест Клары? Есть! Давай-ка вот так. Клара арестована! Никому нельзя верить в этом исковерканном мире. Я купил для нас с ней билеты в круиз. Думаю, вам они принесут больше радости, чем мне. Заберите их. Не хочу, чтобы что-то напомнило мне об этой боли. У меня есть билеты в круиз. Так, стоп, стой, 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 стой. Чувак, может ты мне скидочку всё-таки сделаешь-то? А-а-а! Добрый день! Отдать деньги на лечение? Поговори про лечение. Понимаешь, что станет, но это окончательная цена лекарства. Блин, чувак, я же тебе помог! Отдать деньги. Нельзя ли сейчас принести лекарства, а потом деньги? Сожалею, Карл, но дела обстоят ровно наоборот. Поймите, я не пытаюсь заработать на вашем горе, ведь этот препарат не лежит у меня дома. На деньги я как раз могу его купить и принести вам. Блин! То, что мелкого отчислили, то ладно, а вот, по-моему, дочка двинет коньки, если что. Жизнь дочери под угрозой. Ну, двадцать тысяч у меня вообще никак не будет. Стой! У меня конфеты есть для тебя. Та-та-та, конфеты. Что надо? Та-та-та-та. А я всего лишь просил тебя, наши малышки шоколадные, даже не попросил тебя. Я купил конфет! А мыла твоего не было. Карл, ты купил конфеты, та-та-так? Как закрою глаза, вижу, как бывший управляющий выводит из дома за эти типы моих сердца, разрывается от мысли, что может быть, что ты можешь быть на месте, гонять себя прочь эту мысль. Все будет хорошо со мной, я не такой дурак, я буду хорошо делать свою работу. А вдруг прошлый управляющий тоже так думал? Ладно, пора заняться делами. Ну, просто раз мелкая у нас скоро того-то, пусть хоть конфетку поест по-человечески. Бумаги, пожалуйста. Выкупить ум... Выкупить! Документы для шиммеров. Чувак, ты еще и деньги. Переказ министерства, это понятно. Пропажа очков. Очки, кстати, так и не нашел. Марк Ранник потерял, требует их отыскать. Ты очки не видела, случайно? Разговор закончен. Здравствуйте, закончить разговор. Так, здравствуйте, закончить разговор. Да, отец. Про очки. Патрик, ты не очки где-то со второго этажа? Нет, извини, мне надо идти. Ну, почему... Не-не-не-не-не, закончить. Очки, очки, очки. Там какие-то специальные его очки или ему любые очки нужны? Вот в чем прикол. Почтение. Здорово. Что у тебя есть? У тебя есть, опять же, яблочки подставные. Аспирин, пластиночки, джинсы, которые запрещены. У меня есть билеты в круиз. Два билета на теплоход до Южного побережья. Так, где ты что-то достал? Поговорить про очки, про жену. Закончить разговор. Ладно. Много дел у вас, молодых. Да-да-да. Я про то же. Что мы молоды и у нас много дел. Алуизи, Алуизи, чем мне с тобой делать-то? Ну, двадцатник я вообще никак не соберу. Я не знаю, что здесь нужно было делать, чтобы собрать двадцатник. Может быть, шантажировать людей. Может быть, еще что-то. Я, честно говоря, до этого только, наверное, сейчас догадался. Черт. Ну, похоже, да, мелкая у нас двинула кони. Как бы неприскорбно это было. Так. Так, 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 так. Там у нас... А, он идет уже домой. Да и жена его дома. Мне нужно их выселить. Ну, опять же, ну, это тысяча. Она мне ничего не даст, это тысяча. Спасибо, сохраняшка прошла. О! Чувак, ты раздобыл? Ну-ка. Поговори про помощь Шиммеру. Вот твоя бумажка. Ее там потеряли. Крысы эти архивные. А я нашел. Спасибо, дружище. Просто красавчик. Хорошо, что бутыль я стырил. Бутыль явно был не Луизия. Да, да, правильно. Ты иди ко мне. Что, 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 что? Нужно собрать 20 тысяч лекарства. Время совсем немного. Я знаю, я ничего поделать не могу, ребят. Здравствуйте. Про документы. Даже не верится, что вы взялись нам помогать. Какие новости? Держите вашу крепную лист. Вы теперь свободный человек. Невероятно. У вас получилось его достать. Теперь ничто не помешает вам уехать. Боюсь, все не так радужно. Жена пыталась купить билеты на поезд, но ей не продали. Похоже, мы в черном списке. Нам нужно найти способ выехать из города. Выехать как можно дальше. Может, даже из страны. У вас нет возможности помочь. Постараюсь придумать какой-нибудь... Придумать что-нибудь. Черный список это еще не расстрельный. Не знаю, как вас благодарить. После знакомства с вами я начал верить в людей. Вы мне намекаете, чтобы я отдал билеты на круиз? У меня такое ощущение, что эти билеты нам самим могут понадобиться свалить отсюда, если че. Блин, а вот это сложный выбор. Это очень сложный выбор. Че мы там читаем? Я на собственную жену улики собрал? Серьезно? Личные записи. Серьезно? Ну да. А полиция-то зачем здесь? Так, на них же не будут меня бить и арестовывать. Все дела. Они... Да, они за трупом пришли. Марта умерла. Ну я ничего не мог поделать. Игра просто поставила нас в такие рамки, что это было абсолютнейшее нереально. Игра дает одновременно два задания. Одно на 15 тысяч, другое на 20 тысяч. При том, что... Так, мне нужен набор для починки. Набор одноразовый, наверное. Да. Так. Вот. Патрик, твоя сестра умерла. Марты больше нет. Боже, бедная моя сестренка. Как же мы без нее... Как такое вообще возможно? Я... Я не знаю, что сказать, сын. Не уберегли мы Марту. Я не уберег. Я не могу сейчас говорить. Слишком тяжело. Понятно, что слишком тяжело. Докторец, на самом деле, тварь. Потому что... Ну я ему помог, во-первых, найти деваху. А во-вторых, избавиться от девахи. Пф. Ха-ха. Похоронные услуги. Тысяча. Идите нафиг просто. Но, как по мне, вот игра крайне несправедлива. Потому что у меня не было ни единого шанса собрать эти деньги. Ну да, нас вначале спрашивали, хотим ли мы упрощенную версию игры или... Блин, они оба были в отъезде, черт побери. То есть их или арестовать, или отдать им билеты, я так понимаю, да? Поговорить про бегство из города. Вы придумали, как вам ехать из города? К сожалению, все способы больше похожи на самоубийство. Нате, подавитесь, блин. Вот вам два билета, на них все написано. Уезжайте из страны. Вы нас спасли. Держите, надеюсь, эта сумма хоть немного покроет ваши расходы. Тысяча! Что мне твою тысячу? Я только что за похороны тысячу отдал. Клаус, вам сейчас самонужные деньги. Пустяки. Я свяжусь с вами, когда мы с женой будем в безопасности. С одной стороны, с другой стороны... Мы таким образом получаем, ну, типа, друзей за границей. Я уж не знаю. Способ выселить жильцов номер один. Набрать номер. Министерство. Вы выполнили задание и выселили Шиммера. Но вы сделали это без должного уважения. Иди ты нафиг! Это опасно для вашей жизни, вы меня поняли. Минутку. Чувак, ты мне сам сказал, что я могу с ним договориться, и это вас устроит. Тогда что ты мне сейчас быкуешь? Иди в задницу. Следующее задание. Развесить агитационные плакаты в доме. В городе неспокойно. Будьте бдительны, товарищ Карл. А, это вот эта фигня у нас для гид-плакатов. Понял. Вот эта, например, да? Ага. Три. Три это значит в общественных местах. То есть вот на кухне, здесь и на первом этаже. Какой дурдом. А-а-а! А-а-а! Идем. Так, это мне куча этих надо купить, да? Они одноразовые все. Ну, будем чинить сейчас. Принять входящий экстренный вызов. Министерство порядка. В городе начались беспорядки, выходить на улицу опасно. Сохранить спокойствие и отремонтируйте поломки в доме. Срок двое суток. Начнем со своей хаты, конечно. А, это вот это надо чинить, потому что не то. А, еще и за мои же деньги все чинить. Молодцы, молодцы, ребят. Все прям как надо. Так. Иди сюда, чел, будем у тебя вещи чинить. Надо посмотреть, что у торговца есть. Добрый день. Ремонт мебели. Зашел по делу. Мне нужно починить мебель в вашей квартире. Проходите. Иди пока что пить кофе. Ну, чувак, ты меня подставил, конечно, конкретно. Я не думал, что ты такая тварь. После того, сколько я тебе помог, ты еще и ведешь себя вот так вот. Такой, что за листовки? Может мне тебя тоже как-то подставить? Яблочко тебе подложить, а? Тварь. Опа. Работника архива можно в тюрьму. Но он, правда, нас выручил. Я не знаю пока что, стоит ли это. Может его попробовать пошантажировать? Мы ни разу такое не делали. Так, ну я у тебя все обыскивал вроде как. Пойдем. Давайте мы у него... Ой, и ты читаешь тоже. Вот тебя я точно в тюрьму кину. Ты меня просто тварина подставил так. За то, что не помог с лекарствами, я тебя отправлю. Я тебе столько, блин, вывернулся наизнанку, помог тебе столько всего. Ты мне так вот со мной. Ага, сейчас. Шпак, уедешь сейчас. Про... Ремонт мебели? Да, да. Проходите. Да куда ты пошел? Иди сюда, пожалуйста. Пусто. Ничего, у тебя тоже спрашивают про ремонт мебели? Ремонт мебели, да. Все. Новая директива что? Запрещено хранение книг Пола Уильяма. А, ну это... Блин, жалко тут прокрутка только на колесико. Что там еще? Галстуки нельзя читать нельзя. Запрещено посещение баров. Круто. Давайте. Давайте. Чиним все по-быренькому. Я думаю, я... Вот этого деда можно пошантажировать, а Алуизия можно... Почту. Давайте попробуем вот такие два способа. У нас есть два рычага для нажима. Одного можно посадить, другого можно пошантажировать. Попробуем так сейчас сделать. Несколько часов назад на улице Крушица прокремела серия взрывов. Граждане просим сохранить спокойствие. Взрыв произошел на складе бытовыми товарами повседневного спроса. Погибших нет. Пострадало 15 человек. Ситуация находится под контролем властей. Для беспокойства нет причин. О погоде на завтра. Ветер северный, плюс 16, местами моросящий дождь. Голос правды. Товарищи, мы сказали свое первое слово и сказали его громко. Весь город услышал взрыв, прогремел на проходной заводах, где должны были вести 14-часовые смены. Родители не слышат наших мирных голосов, значит, услышат гневный крик. Мы заставим соблюдать права наших простых рабочих. Следующий взрыв прогремит уже в министерстве. Так, что вы от меня хотите, пожалуйста? Что, Карл? Про смерть Марты. Мы не смогли ее спасти. Как теперь жить? Мне так страшно, так одиноко. Я могу что сделать для тебя? Верни мне Марту. Пусть Марта и Патрик будут снова нас радовать. Я хочу снова быть матерью двоих детей. Эти кубики на полу. Я не могу убрать игрушки Марты. Я не смогу убрать игрушки. Чем смогу помочь? Что тебе нужно? Мне нужны деньги на оплату счетов по дому. 700. Да, держи. Мне убирать кубики или нет? Так, платы за дом. Доступное жилье. Сдать в аренду любую квартиру. О! Я могу наконец-то заселить кого-то. Дора Ноэль. Или... Мы их обоих засудим, заселим. Срочно сниму квартиру. Вопрос жизни и смерти сдать. Наверное, мне стоит купить еще яблочек. Ха-ха-ха-ха. Ремонт квартиры. Запрещено хранить и использовать оружие. Ну, это, по-моему, логично. В таком-то государстве до сих пор было не запрещено. Молодой студент ищет жилье. Сдать. Так. Мне нужно будет у этого молодого студента с жильем поставить камеры. Хорошо. Шантажное письмо. Хе-хе-хе-хе. Шантажировать мы будем... Марка Ранека. Из... Катая квартира? Ночью запомнить. Квартира номер три. Кому? Марку Ранеку. Он, кстати, что-то там о пистолете думал. Он нарушил директиву об... Запрещено чтение... Чтение книг в принципе запрещено! 60-52 от 12-го, 9-го, 84-го. А почему это? Я хочу больше. Ладно, отправить. Молодая девушка с грустью в глазах. Плохо спит. Это досье для нее. На нее, а не для нее. Как бы мне увидеть этого молодого пацана, который к нам... Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Приехал. А, и давайте доктора сдадим к черту. Тварь неблагодарная. О, читаем. Давай еще и ее шантажировать тоже. Сейчас мы с... А, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Погоди, шантажное письмо. Квартира номер три. Роза Ранек. Да-да-да, нарушила директиву. Какая там была у нас директива про чтение? 60-52 от 12-го сентября. 13-го, 13-го. От 12-го. Да-да-да-да-да-да. Так. Вот это вот. Отправить. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А, и что? Надо... О! Стой! А! Черт! Она выпивала! Ах, тварь. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Во второй квартире ты живешь? Да. Вторая квартира. Нарушил директиву 60-52 от 12-го девятого. Читал, дорогой товарищ. Поедь, у тебя будет немножко время на то, чтобы почитать. Дорогой товарищ. Желез выполнил указание требований. Указаны требования... Опа! Что за письмецо? Ээээ... Победителем ежегодной трудовой лотереи становится Лео Гвиздек. Это достойный гражданин. Вера и правда работал на государство 20 лет целое время. За все время у Лео Гвиздека не было ни одного нарушения. Он гордость нашего государства пройдет. Призовый фонд этого года 100 тысяч. Напоминаем читателям, что принять участие в трудовой лотерее может каждый гражданин со стажем работы больше 15 лет. В лотерее допускаются люди со стажем работы более 15 лет. Что же мы видим? Лео и его товарищи по несчастью отпахали десятки лет на тяжелой работе. Все эти годы платили грабительский взнос в фонд трудовой лотерей. Если вложить эти взносы, то каждый из этих дураков за 20 лет мог бы накопить по 40 тысяч. Каждый товарищ. Куда уходят остальные деньги? Спрашиваем мы руководство трудовой лотерей. Ну это в принципе понятно. Познакомиться? А ты кто? Здравствуйте, Карл. Кто вы такой? Новый жилец? Я знаю всех, кто проживает здесь. Я вас вижу впервые, мои незнакомые. Но со временем, я надеюсь, мы станем настоящими друзьями. Джордж Дантон. Ты мне не нравишься, чувак. Погоди. Чем я могу помочь? Я навел у вас справки, Карл. И вы кажетесь мне порядочным человеком, заслуживающим доверия. А потом я хочу обратиться к вам с просьбой простой, но очень важной для меня услугой. С просьбой о простой, понятно. Что надо сделать? В вашем доме живет молодой человек. Изодорож Брюкич. Передайте ему эту коробку. Почему вы не можете этого сделать сами? У меня, поверьте, причины. О них вы узнаете позже, если выполните просьбу. Есть лишь одно условие. Ни при каких обстоятельствах не открывайте коробку. Вы пытаетесь стянуть меня во что-то незаконное? Не боитесь, что я должен об этом куда следует? Страх это то, что разобщает, уверяю вас. У нас противоположные цели. Сейчас единственное, что вам нужно знать, это пустяковое дело. И мы вам хорошо платим. Очень хорошо. Согласны? Не знаю. Отказаться. Передать. Может, мы передадим изодорожу, а потом просто тупо сольем его? Мне кажется, что это крайне незаконно то, что сейчас происходит. И унести в кабинет, там я смогу ее открыть, наверное. А вдруг это бомба? Или оружие? Или еще чего-то? Я, наверное, возьму, передам, а потом сделаю так, чтобы этого чувака арестовали. Деньги мне не помешают. Давайте сюда коробку. Спасибо, Карл. Так, чувак, дай мне яблочко. А-та-та-та-та. Стой. Торговать. Коробку я могу за 500 продать, кстати. Дай-ка мне яблочко. Так. Ж, ж, жона. Шо тебе от меня надо? Рапорт. Алоизи Шпак уехал. Хе-хе-хе-хе. От нас. Покинул наши ряды. Так, что, Карл? Покупки в дом. Карл, купи в дом радио. Блин, чувак, с радио ушел. В конце концов, ты управляющий или кто? Мне приходится узнать новости по телефону. Все, я тебя понял. Что случилось-то? Чем я могу помочь? Что тебе надо, Анна? Мне нужны деньги на продукты. 500 отдать. Вот, возьми. Спасибо, Карл. Не теряй. Схожу на рынок. Что не теряй? Так, прошло у нас сохранение. Там пистолет есть. Ладно, давайте пока на этом остановимся. Я пока не могу сказать, хорошо или плохо у нас идут дела. Пока что не ясно. Ладненько. Узнаем в следующей серии. У меня есть некоторые планы, что я буду делать дальше. Вот этот студент, мне он уже не очень нравится. Вот эта новая жильциха, которая к нам въехала. Я еще про нее ничего не знаю. Но мы знаем, что она плохо спит. Для этого тоже, наверное, есть какие-то причины. Будем жить дальше. Доктора мы слили. За то, что он не помог дочери. Дочь потеряли. Это тоже, конечно, обидно. Все, ребятушки. На этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!